Это наше время. Итоги дня подведут мои коллеги и я, Мереки Ульманов. Здравствуйте. Не почистил крышу от снега в тюрьму. Сегодня в Оренбурге вынесли приговор директору жилищной компании, по вине которой зимой пострадал пенсионер. Почему пострадавший от глыбы льда мужчина просил не наказывать строго подсудимого? Вместо игры пляжа – больничная койка и гипс. В центре детской хирургии «Аншлаг» только за июнь к медикам с травмами обратились около 160 маленьких пациентов. Я ходила по бревну с Настей Словой и упала. С чем связано такое количество травмированных детей и как уберечь ребенка от несчастного случая? Есть ли мясо в колбасе? Корреспонденты телеканала «Регион» вместе с сотрудниками Россельхознадзора провели эксперимент и узнали, из чего состоит современная докторская колбаса. И пересчитают уток и гусей. Стартовавшая в начале июля сельскохозяйственная перепись коснется и жителей Оренбурга. Основные вопросы в переписном листе – это размер у нас посевной площади и общей площади земли, это поголовье скота. Почему оренбуржцам не стоит бояться переписчиков? Директор жилищной компании, по вине которой зимой пострадал пенсионер, отправится в тюрьму. Сергею Батракову сегодня вынесли приговор. Суд назначил ему один год и 15 дней в колонии общего режима. Напомню, в начале февраля на пожилого мужчину с крыши упала глыба льда. Сотрясением мозга, переломами и ушибами пенсионер попал в реанимацию. Какое наказание для директора жилищной компании просил пенсионер и его близкие? А также, что заявил подсудимый на последнем слове? Ольга Патрушева и Дмитрий Примачек из зала суда. Вину призвину. Хотел бы задать судать за дневник, потерпевшим. Он наконец-то это услышал. Слова раскаяния от того, по чьей вине Валерий Гущин вот уже полгода не может вернуться к прежней жизни. Вечером, 5 февраля, пенсионер вышел на улицу поколоть лед перед домом. Следующее воспоминание – уже больница. На пожилого мужчину с крыши упала огромная льдина. Она была такого размера, что не выдержал даже козырек. Трудно представить, что испытал пострадавший. Несколько дней он был в коме. Остался жив, но остались и тяжелые последствия. Шею сломано, кровоизлияние, рука у нас не работает. Вот и все. Чтобы заработала левая рука, Валерию Николаевичу требуется операция по восстановлению плечевого сустава. Дорогая, которую делают за пределами Оренбуржья. Ради того, чтобы не отправиться в тюрьму, подсудимый был готов на все. Даже оплатить лечение прямо здесь, в суде. Считайте, пожалуйста. Передайте, пожалуйста. 30 тысяч рублей. Некоторые уже моменты были приняты. Это частичное возмещение. И гарантия о промышленной отделе о том, что при наличии путевки, по рекомендации врача, потерпевший будет направлен на восстановление функций его организма. Пострадавший просил суд не наказывать подсудимого тюремным сроком. Для него заявлял важнее деньги на лечение. А что взять с директора, если тот будет за решеткой? Впрочем, как выяснилось у главы коммунальной компании, и зарплата-то небольшая. Да и в должности это был новичком. Стал директором за три дня до случившегося. Заработная плата старает на 10 тысяч рублей. Из них алименты плачу. Но уверяясь с первых дней случившегося, помогал чем мог. Договаривался с врачами, беспокоился о лечении. Однако вину свою изначально не признавал. Поменял свою позицию только в суде. Хотя ни чистосердечное, ни деньги, переданные прямо на процессе, ни даже просьбы пострадавшего на приговор не повлияли. Окончательно назначить Батракову Сергея Валерьевичу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 15 дней. Изыскать Батракову в пользу потерпевшего гущего на счет компенсации причиненного его морального вреда 150 тысяч рублей. Он, конечно, такого не ожидал. Но сидеть ему осталось меньше назначенного. Два месяца до решения Батраков провел под домашним арестом. Впрочем, все это должно было свершиться еще неделю назад. Но тогда подсудимому стало плохо. Из-за высокого давления он не смог самостоятельно покинуть зал суда. Сегодня он тоже вышел не один. Но теперь уже в окружении конвоиров и в наручниках. Ольга Патрушин, Дмитрий Примачек. Наше время. Изначально, когда только произошел несчастный случай, следователи заявляли, что уголовное дело, скорее всего, заведут на печально известную Оренбургскую управляющую компанию. И, возможно, даже на ее директора Константина Ремнева. Именно Оренбургская обслуживает 61-й дом по улице 1-го мая. Однако в конце апреля под арестом оказался Сергей Батраков, руководитель компании «Промышленная-1». И вот как следователи это объясняют. В данном случае статья «Предоставление услуг не отвечающим требования безопасности» оказывала непосредственно ООО «Промышленная-1». Жильцы заключили договор об управлении жилищным фондом с Оренбургской управляющей компанией, которая сама, как такова, не предоставляет услуги непосредственно. Она привлекает сторонние организации, в данном случае «Промышленная-1», которые непосредственно оказывают услуги. Приговор педофилу в Центральном районном суде Оренбурга накануне вынесли вердикт жителю Пермского края, который изнасиловал 11-летнюю школьницу. Происшествие случилось весной этого года за городом в районе озера Микутка. С марта по июнь 2016 года злоумышленник, встретив 11-летнюю девочку, которая возвращалась из образовательного учреждения домой, обманным путем под одном предлогом он усадил ее в свой автомобиль и вывез в район озера Микутка, город Оренбурга, где совершил изнасилование малолетние, а также иные насильственные преступления сексуального характера. Свою вину преступник не признал, однако следователям удалось доказать, что это именно он изнасиловал девочку. Приговор педофилу оглашали в закрытом режиме. Журналистов на заседание не приглашали. В ближайшие 15 лет извращенец проведет в колонии строгого режима. Кроме этого, следственный комитет вынес представление руководству учебного заведения, в котором занимается пострадавшая. По мнению ведомства, в школе не был организован процесс безопасного возвращения детей домой. Девятилетняя девочка упала с трехметрового батута. Несчастный случай произошел накануне на игровой площадке торгового комплекса «Новый мир». Ребенок залез наверх надувной горки, но не удержался и упал на асфальт. Девочка сильно ударилась и потеряла сознание. Малышку в тяжелом состоянии доставили в центр детской хирургии. Между тем, сотрудники полиции по факту случившегося проводят проверку. И, кстати, в Оренбурге увеличилось количество травмированных детей. Только за последний месяц за помощью к хирургам обратились около 160 маленьких пациентов. Такой наплыв медики связывают с сезонностью. Как правило, на летних каникулах подростки представлены сами себе, из-за чего дети попадают под машины, падают из окон, ломают руки и ноги на спортивных площадках. Как уберечь своих детей от несчастных случаев, знают Екатерина Волкова и Виктор Горшенев. У меня нога соскользнула. И теперь на руке гипс. Неделю назад шестилетняя Даша с друзьями играла на детской площадке. И все было хорошо, пока... Я ходила по бревно с Настей Словой и упала. Резкая боль в руке и срочная госпитализация в центр детской хирургии. Уже здесь врачи сказали, насколько серьезно получена девочкой травма. Перелом плечевой кости в области локтевого сустава. Вот отломилась косточка. Поставили ее на место. Зафиксировали металлоконструкциями. Ну, месяц придется в гипсе походить. Но, несмотря на перелом, маленькая Даша не унывает. Планирует летом отдохнуть вовсю. И продолжить заниматься. Ведь нужно готовиться в школу. И разучивать пьесы на пианино. По бревну теперь будешь аккуратно ходить? Или вообще не будешь ходить? Не буду. Мы уже не первый раз здесь находимся. Будем надеяться, что еще раз послушать нам все-таки это уроком. Но, тем не менее, конечно, за ними не уследишь. Дети есть дети. Даже несмотря на предупреждение, характер травм, дети порой по несколько раз попадают на больничную койку. Многих таких пациентов доктора знают в лицо. В одном случае руки сломают, в другом – ногу или палец защемят. Дети такие, как сорви голова, будем так называть их, бегают, прыгают, отчаянные. Ну и, естественно, травмируются. А это еще одна жертва детской площадки. Маленькая Тая всего лишь висела на перилах. Соскользнулся и упал прямо на лестницу головой. Главное, хоть мы здесь живем рядом. Я ее прямо на руках сюда и принесла. Легкое сотрясение уже завтра, скорее всего, на выписку. Но гулять, обещая, теперь будет крайне осторожно. Она говорит, все дома зеркала уберите, а то ей некрасиво. У нее перевязка зеркала, она говорит, а то ей некрасиво. И где только не получает малышит перелома. И на горках, качелях, падают с деревьев и заборов. Только в день в Центр детской хирургии поступает до 15 детей с различными травмами. Большинство все же последорожных аварий. В последнее время несколько возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Половина, можно сказать так, из этой суммы, более 70 детей к нам обращались с дорожными транспортными. После дорожно-транспортных происшествий половина, наверное, из них находились в транспортных средствах. То есть сейчас век автомобилизации, естественно, дети тоже попадают в эти аварии. По данным регионального министерства здравоохранения, в Оренбурже по сравнению с прошлым годом сократилось число случаев падения детей из открытых окон. Тем не менее, говорят специалисты, взрослые не должны терять бдительность. Ведь большинство травм дети получают из-за недосмотра родителей. И только лишь после случившегося у многих меняется отношение. С детьми нужно глаз да глаз. Как говорят детей, дальше, чем на расстоянии вытянутой руки, отпускать нельзя. Екатерина Волкова, Виктор Горшнев. Наше время. Не теряй чувство ответственности. С таким призывом сегодня обратилась к родителям министра здравоохранения Тамара Семивеличенко. По ее мнению, взрослые обязаны уделять больше внимания своим детям. И дала несколько советов, как уберечь своих чад от печальных последствий. Сегодня есть все возможности для того, чтобы в квартирах, где есть маленькие дети, которые научились ходить, которые могут выпасть из окна с любой высоты, чтобы хотя бы потратились на не очень дорогую покупку и установили замки на те окна, которые сегодня открываются из-за жары. Во-вторых, каждое утро должно в любой семье начинаться с того, чтобы мама, папа, бабушка, дедушка говорили о том, как надо вести себя на дороге. Чтобы говорили о том, что нельзя подвергать свое здоровье таким испытаниям. И еще и с тем дня. Сегодня в обед жителей 23-го микрорайона напугал крупный пожар в жилом доме на проезде Промысловом. Огонь вспыхнул в девятиэтажном доме. Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь пожара составила всего 2 квадратных метра. Но, тем не менее, спасатели вызвали из огня 4-х человек. Еще 20 были эвакуированы. По счастливой случайности, никто из них не пострадал. Сложность была в чем? Сложная планировка и большое наличие людей в доме в данный момент времени. Произошло сгорание пищи в плите с последующим распространением пожара на мебель. Колбаса по ГОСТу. Рецепты популярных советских мясных изделий защитят от некачественных аналогов. Такие виды колбас, как докторская, любительская, столичная и краковская, разрешено будет изготавливать исключительно по советской рецептуре. К примеру, всеми любимая докторская, исходя из этого стандарта, должна содержать 25% говядины и 70% свинины. Сейчас же колбаса под этим названием изначальному рецепту, мягко говоря, не соответствует. Мой коллега Виталий Сапожников решил провести эксперимент и вместе со специалистами Россельхознадзора узнал, из чего же состоит современная докторская колбаса. У вас случайно колбасы с собой, нет? Есть, только докторская. Давайте. Была докторская, стала любительская. Знаменитую докторскую колбасу начали производить 80 лет назад. Изначально она предназначалась как диетическое блюдо для больных, перенесших длительное голодание. Ее часто подавали отдыхающим в советских санаториях. Отсюда и название «докторская». Со временем эта колбаса обрела множество подделок, состав которых по количеству мяса совершенно не дотягивал до эталонного. Появилось недоверие населения к продукту. Раньше была лучше. Была очень вкусная, особенно по 2,10, Останкино по 2, там вообще-то побольше. Такая, ну вкусная. Докторская колбаска была. Вот мы ее только и покупали. Иногда покупаю, но знаю, что гости едят. Ну и сначала кошки даем. А если она не ест колбасу, значит съедобная. Купив в магазине три вида докторской колбасы, мы отправляемся в специализированную лабораторию, чтобы узнать, из чего состоит каждый образец. Специалисты проверяют состав изделий двумя способами, один из которых гистологический, при помощи микроскопа. Мы здесь увидим и каррагинан, и сою, и крахмал, и кукурузный крахмал, и картофельный, и муку. То есть мы можем модифицировать полный состав мяса, который, допустим, представитель данной организации не заявил в составе. Кусочки колбасы специальный прибор нарезает до ширины в три микрона, после чего их помещают под микроскоп. На мониторе весь состав докторской, как на ладони. Вот он гистологический слез, нервное окончание, соединительная ткань, мышечная ткань, жировая ткань. Мы видим здесь и соль, мы даже видим здесь спец. Параллельно в другой лаборатории проводится анализ ДНК, с помощью которого определится качественный состав колбасы. Этот метод очень современный, как считается, один из новейших. И его достоверность составляет 99,9%. То есть даже минимальное количество ДНК можно определить. Через несколько часов уже готовы результаты. В двух образцах из трех обнаружено то, чего в колбасе, по идее, быть не должно. Это образцы докторской, купленные за 44 и 123 рубля. На нем и соя, на нем и костные частицы содержатся. Сою вообще как бы не заявлено в составе. Самая дешевая колбаса и вовсе не выдерживает никакой критики. Мясо сюда явно пожалели, зато других элементов в изобилии. В образце номер 3 колбаса докторская, экстра, из мяса птицы, производитель Республики Башкортостан. Мясо фарша минимально, в большом количестве содержание соевого белка, крахмала, костных включений, костная ткань, более половины содержания. Впрочем, не все так плохо. Образец производства одного из городов нашей области вопросов у специалистов не вызвал. Правда, и стоил он недешево – 163 рубля. Словом, с колбасой, как и со всем другим, за качественный товар нужно хорошо платить. Виталий Сапожников, Константин Воробьев. Наше время. В Кувандыке полицейские обнаружили целое поле конопли. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия МАКС сотрудников Межмуниципального отдела МВД России Кувандыкский на территории Кувандыкского городского округа был выявлен очаг произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на площади около 20 гектаров. Выкашивать коноплю вручную стражи порядка не решились, потому, чтобы ускорить процесс уничтожения, привлекли комбайн из соседнего хозяйства. Траву на площади 20 гектаров скосили и сложили в стога, чтобы она подсохла. А пока конопля подсыхала, ее охраняли полицейские. И уже потом траву подожгли. Дым от нее растелался на всю округу. Село в порядке, страна в достатке. Под таким лозунгом в стране стартовала сельскохозяйственная перепись. И проходит она, как многие думают, не только в селах, но и в городах. К примеру, в Оренбурге переписчики обойдут больше 14 тысяч личных подворий и садовых участков. Как жители областного центра относятся к переписи? Участие в подсчете уток, гусей и сельхозкультур приняли Иван Бер и Вадим Доминов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я началась с 1 июля в стране сельхозпереписи. Вы в курсе уже об этом? У вас есть возможность ответить на несколько вопросов? Есть. С 1 июля на территории области будут работать специально рекрутированные и обученные статисты. Если вы владеете приусаденным участком за городом или просто частным домом в самом городе, переписчики могут постучать и в вашу дверь. Причем все собственники садовых участков и аграрные предприятия заранее оповещены о предстоящем учете. А потому не задают лишних вопросов, а лишь отвечают на них. И знают, для чего именно проводится такой ценз. Ну, чтобы знать государству, сколько выращивается у граждан, чтобы обеспечивать сельскохозяйственные продукции страну. Государство, во-первых, наверное, желает знать, сколько, наверное, продукции сельскохозяйственные производится в личных подсобных хозяйствах. И, во-вторых, может быть, оказать какую-то помощь нам. И действительно, по словам специалистов Оренбургстата, по окончании переписи ведется анализ необходимой помощи аграриям. Причем как предприятиям, так и физическим лицам. К примеру, это может быть строительство газопровода, либо проведение воды для полива, или необходимая финансовая помощь в виде гранта. Сельхозорганизации у нас в области более 800 сельхозорганизаций, крестьянских, фермерских хозяйств у нас около 4 тысяч обследованию подлежат. Сельхоз, личные подсобные хозяйства, население 249 тысяч это село. И по выборке у нас городское население, личные подсобные хозяйства, это 64 тысячи объектов. Большинство личных подсобных хозяйств населения области будут переписаны с использованием планшетных компьютеров. Вопросы самые разные. Основные вопросы в переписном листе – это размер у нас посевной площади и общей площади земли, это поголовье скота, это структура посевной земли многолетних насаждений, товарность сельхозпродукции и машины и оборудование, которые используются в сельском хозяйстве. Все данные, зафиксированные в ходе учета, строго конфиденциальны, а предварительные результаты всех подсчетов, ввиду немалой работы, будут известны только в четвертом квартале 2017 года. Всероссийская сельскохозяйственная перепись – явление довольно редкое. Случается она раз в 10 лет и длится всего полтора месяца. Например, это закончится уже 15 августа и ее итоги будут опубликованы на официальном сайте Росстата. Иван Бер, Вадим Доминов, «Наше время». Тем временем ОНФ просит Росстат не допустить ошибок прошлой сельхозпереписи. По данным Народного фронта, во время переписи 2006 года статистики обошли всего 0,2% личных подсобных хозяйств. А при обработке данных использовали советские методики расчета. В Оренбурге продолжается акция «Читаем детям на траве». Третье лето подряд, два раза в неделю, детская библиотека открывает читальный зал на открытом воздухе. Каждый вторник акция проходит в парке имени Перовского, по четвергам – в парке Тополя. Тематика разнообразная. Мы и сказки читаем, и произведения, и авторские сказки, и все, что интересно детям. Помимо чтения, с детьми играют, проводят конкурсы, викторины. Все непременно связано с сюжетами и героями известных произведений. Участие принимают школьники и даже иногда родители. Тут будут интересные загадки и веселые игры. Я люблю читать Марк Твенна, приключение Тома Сойера. Люблю сказки Пушкина, мне нравится «Золотая рыбка». Оренбуржцы могут попасть в народную сборную по футболу. Отбор в команду стартовал по всей России. Поводом для создания такого проекта стал провал наших футболистов и триумф сборной Исландии на Евро-2016. А цель – доказать, что в стране есть таланты, которые нужно суметь найти и развивать. Всем желающим принять участие в проекте нужно записать видеоролик с демонстрацией навыков владения мечом и оставить заявку на сайте народнаясборная.рф. Далее среди всех заявок с помощью народного интернет-голосования и усилиями экспертной команды селекционеров будут отобраны 300 лучших кандидатов. С каждым из них встретятся команды скаутов, которые выберут 30 человек. Все они приедут в Москву, чтобы полгода жить и тренироваться по распорядку, принятому в клубах высшей лиги. В финале останутся только 22 футболиста, которые сыграют с профессионалами. Сейчас информация от городских электрических сетей. В пятницу жители некоторых улиц Оренбурга останутся без электроэнергии. Возможно, не будет завтра света и в пригороде. Причина – плановые ремонтные работы. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 56 83 38, либо 98 48 48. И на этом у меня все. Выпуски программы «Наше время». Другие не менее интересные новости и проекты вы можете посмотреть на сайте 56nv.ru. Успешного завершения рабочей недели и только хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok